Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, друзья! В этом году свой 10-летний юбилей отмечает Гомельский областной музей военной славы. Сегодня мы расскажем о том, как он создавался, кто стоял у истоков становления и какими проектами сегодня живет областной музей военной славы. А помогут нам в этом наши гости. Саша, давай их представим. С удовольствием. Директор Гомельского областного музея военной славы Павел Жданович. Павел Леонидович, здравствуйте! Идейный вдохновитель. Появление музея в Гомеле. Кандидат экономических наук, доцент Валерий Степанович Селицкий. Добрый вечер, Валерий Степанович. Добрый вечер. И председатель Гомельской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Михаил Жукевич. Здравствуйте. Добрый вечер. Павел Леонидович, и в самом начале наше поздравление вам лично и коллективу музеям с десятилетием. 10 лет. Вроде бы и не такой большой отрезок времени, и все же целая история. Как все начиналось? Давайте вспоминать. Ну, я, во-первых, поблагодарю вас за поздравления. И от имени коллектива, и от себя лично. Все начиналось, наверное, как и всегда, с идеи. Идея, которая пришла Валерию Степановичу Селицкому создать военный музей. Первоначально Валерий Степанович хотел его создать в городе Мозырь. У него первые попытки, но потом уже в городе Гомель, безусловно. Идея благородная, идея красивая, идея важная и нужная, безусловно. Она постепенно приобретала свое формирование, конечно, и документальное, и, собственно говоря, непосредственно реализовывалась. Впервые 16 января 2004 года было принято решение создания экспозиции Музея военной славы в городе Гомель. Собственно говоря, долго думали, какая будет его научная концепция. Это очень важный вопрос. И опять-таки, Валерий Степанович, придя в музей, пока тут все ломали мужи, ученые, историки, как это тут сделать, что это показать, изучали коллекции. Он говорит, а сделайте это просто, покажите защиту Отечества с древнейших времен и до современности. И действительно, это вот взгляд, который был взят на вооружение. Эта идея, она была потом впоследствии реализована. И сегодня эта уникальность нашего музея, в первую очередь, в том, что такой концепции больше никто нигде никогда не реализовал. Возможно, кто-то повторится, кто-то сделает больше, кто-то сделает шире, лучше. Но сама идея впервые была в нашей республике реализована именно у нас, именно в нашем музее. И уже как самостоятельный объект, как, собственно говоря, юрлицо, хозяйственный субъект, мы начали функционировать с 23 февраля 2006 года. О чем тоже свидетельствует решение Гомесского областного исполнительного комитета. Причем оно получилось не то, чтобы специально в этот день, просто так подошла очередь. Наверное, это судьба и какой-то символизм в этом. Я смотрю, Валерий Степанович задумался, и, наверное, понимаю, почему. Тема для вас достаточно дорогая, потому что говорим сегодня о вашем детищем. Начало 2000-х, вы в это время возглавляете областных совет депутатов. Должность серьезная, много разъездов, много поездок, в том числе и зарубежных. Идея появления музея оттуда? У меня как-то, понимаете, в душе всегда было, почему мальчишки современные не могут познакомиться с предметами войны, с историей. Тем более, на Гомесе не очень такая боевая история была. И поэтому у меня все время, вот Павел Леонидович сказал, что я в Мозере пытался создать музей. Ну, там как-то это не восприняли, больше на старину там пошло. Потом с переездом в Гомель эту идею перевезли с собой. Гомель, значит, из ссылки в Мозере. И решил сделать вот этот музей. У нас было такое негласное распределение у больших начальников областных. Каждый что-то курировал, как сейчас говорят. Кто-то спорт, федерацию какую-то и прочее. Я курировал вопросы библиотеки, музеев. Поэтому вот решили, когда освободился этот детский сад, сделать там музей. Ну, его по-разному назвали, военно-исторический. Ну, такое вот название осталось, музей военной славы. И он сразу стал востребованным, особенно у подрастающего поколения, так понимаю. Вы знаете, я психологию мальчишек знаю. Я сам все детство проиграл в войну. Могу признаться, что и оружие у нас было боевое, значит, потом нас разоружили. Вот, значит. И поэтому, конечно, мальчишка и оружие не потому, что они хотят воевать. Ну, так, это, наверное, генетическая такая память, защищать родину, она от рождения у всех нормальных мальчишек. Вот, которые не увилиют от армии и прочее. Поэтому вот этот пробел был восполнен тем, что у нас появился такой музей. И я очень доволен и рад, что вот Павел Леонид сказал, что он популярный сегодня. Но ведь были тогда и разные мнения. А зачем еще один музей? А для чего именно этот? Ведь есть отдел краеведческого музея. Были же ведь и люди, которые к этому относились достаточно так. Вы знаете, вот этот монополизм, он и в музейных работниках есть. У нас, значит, хотели все музеи подмять под себя, значит, областной музей. Но когда отпачкуется какое-то направление, оно очень быстро развивается. Потому что оно не в числе там нескольких направлений, а отдельное. И когда военный музей стал наш отдельным, значит, музеем, у него быстро пошло пополнение всего. А там, ну что там, надо там какое-то достать. Вот сейчас городской музей появился, там столько экспонатов, что надо искать новые здания. Поэтому вот я против того, чтобы все музеи были в одной, как говорят, куче. Это тем более такая боевая история у нас. Военная тематика в туризме. В мире достаточно популярное и распространенное направление. А как у нас, спросим у гомельчан. Внимание на экран. Это зависит, я думаю, от воспитания. На мой взгляд, она важна. На мой взгляд, она важна. Но есть семья, где сейчас просто этому не придают значения. У нас воевал вот прадедушка его воевал. С одной стороны, с другой стороны. Поэтому мы эти традиции очень чтим. Военная тема полезна всегда. Потому что, ну, у нас шикарный свой музей военной техники. В бывшем детском садике, где наши дети воспитывались. А тема военной... Ну, ведь они должны что-то знать, правда. И поэтому, ну, обязательно. Если бы еще открыли, только, ну, я не знаю, мне кажется, такой, вот как в Киеве под родиной мать есть музей. Там рассказано и о матерях, и о сестрах. И те, кто точно так же ждали этих, которые не вернулись. И, в общем-то, кто точно так же здесь же на месте помогали им своим словом и делом. И все. Нет, военная тема, ну, для меня, по крайней мере, как уже взрослого человека, это очень актуально. Военное воспитание патриотическое важно всегда, я считаю. В любое время. Ну, чтобы пихать его во все, в туризм и во все, я бы, наверное, не стала. Молодежь интересуется очень многими сферами нашей жизни. И я думаю, найдется много из них, кому будет интересно именно профильное какое-то серьезное обучение по этой теме. Ну, я знаю музей один на Пушкино военной, как военной истории или техники, как он его называет. Но я, к сожалению, ни разу не был там. Меня эта тематика не особо интересует, честно говоря. Музей военной славы, конечно, это наша гордость. Здесь много привлекает народу, туристов, конечно. Он, ну, интересен как для молодежи, так и для других людей, получается, ну, старших. И он важен, будет интересен очень сильно для туристов, которые будут приезжать к нам, получается, в Гомель. И будут, ну, вот, получается, проходить экскурсию по музею. Музей военной славы Помните ли вы, как создавался образной музей военной славы? Ну, конечно, я в Торуме как раз закончил свой, как говорится, период депутатской деятельности. Я был депутатом палаты представителей, вернулся в город Гомельс, Минска. Вот, и работал в областполкоме, начальником отдела по делам религии. И я помню, когда только-только началось, как говорится, это все создание, и мне была моя первая аттестация. Вот, и на первые аттестации я на все вопросы ответил. Вот, аттестовали члены исполкома. Вот, и начали мне задавать вопросы. Ну, вопросы задал мне губернатор какой-то, уже не помню. Вот, и все молчали. То есть все, для своей должности, которую занимаю, как говорится, все практически сказали, завалились. Испанович задает вопрос, что-то все молчали. Михаил Иванович, расскажите, а сколько экспонатов вы привезли в музей военной славы? И вы задумались. Я молчу, думаю, а какое отношение вот это имеет к моему отделу по делам религии и так далее? Я говорю, ну, пока не сколько практически, но есть идеи. Ну, так вот, если есть идеи, давайте запишем ему дополнительно к тем божеским вопросам, к тем божеским вопросам, чтобы он оказывал содействие. Вот, и я вам скажу честно, что самое главное, наверное, чтобы был вот в самом деле человек инициатор, и чтобы он это нес. Если это будет, вот, 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 Валерий Павлович, я спросил когда-то его тоже, вот, скажите, а вот, ну, какие могут быть здесь экспонаты? Ну, все то, что лет 20-30 где-то пролежало, это уже история. И я помню, приехал я в Светлогорск по своей афганской деятельности и к председателю Светлогорской организации, вот, и он начал работать там в отдельной структуре, и мне говорит, слышишь, мне привезли машину, ГАЗ-53, ну, она практически ездит. Я звонил, что мне сейчас делать, привози к нам, будем создавать автомобильный музей. Вот, я помню, первый экспозитор, вот, сегодняшний день у музея военной славы этот автомобиль стоит. И, насколько я знаю, эта экспозиция под открытым небом крайне популярна, вот, среди молодежи, согласитесь? Ну, безусловно, потому что другой экспозиции, скажем так, если мы не будем брать общественное ведение на линии Сталина, которая память Афгана, фонд, то, в принципе, это самая большая, самая коллекция такая, которая отражает различные исторические периоды, исторические войны. В этой коллекции есть реальные боевые единицы, которые принимали участие как в Великой Отечественной войне, так и в период Афганской войны. И, конечно, она привлекает людей разных возрастов. Среди экспозиции музея, в том числе и зал, посвященный войне в Афганистане, Михаил Григорьевич, а вот если вспомнить, сколько людей, скольких семей касается эта тема на Гомельщине? Ну, у нас недавно мероприятия были посвящены памяти водоводства Афганистана. Я уже об этом говорил, но возвращаясь вот к началу создания, я помню, как в то время собрал всех практически офицеров, которые у нас в городе Гомель проживали, потому что солдат, увольняясь с Афганистана или с других стран, где велись боевые действия, ну, что у него было, как говорится, нотиры, какой-то дипломат и так далее. А офицеры не могли привезти какие-то экспонаты и карты, не могли там привезти, и что-то другое. Ведь музей – это, знаете, то, что там есть какие-то документы в музее, они должны быть. Если там есть какие-то письма, они должны быть. Но должен быть предметный раз, чтобы тот же мальчишка пришел и потрогал тот пистолет, ту ракетницу, ту каску и так далее. Тем более, что это часть нашей истории, которая, к сожалению, забывается и перекраивается. Конечно же, ну, мало кто с офицеров наших отозвался, но отозвались. Вот. Поэтому, пользуясь сегодняшней нашей передачей, я еще раз призываю наших ветеранов войны в Афганистане, особенно офицеров, не держиться еще дома, потому что дети, право, ну, как говорится, куда-нибудь или продадут, или куда-нибудь иду, а в музее еще сохранится. Вот. Ну, а что касается вот нашего зала, вот, конечно же, мы пошли туда из руководства музея, чтобы создать сразу полностью фотоальбом «Кто погиб в Афганистане». Михаил Григорьевич, и все-таки члены общественного объединения воинов-афганцев активно пополняют сегодня коллекции музея? Ведь это действительно очень важно. Понимаете, вот, ну, я просто такой человек по жизни, что если я могу где-то приложить какое-то усилие, и та же организация, которую я возглавляю, может приложить усилие для того, чтобы увековесить память, вот, у нас красной нитью ежегодно в наших мероприятиях прописано, вот, несколько пунктов. Это оказание практической и финансовой помощи музея военной славы по пополнению, экспозиции и так далее. Мы каждый год, Павел Ильич, как говорится, не даст соврать, каждый год мы делаем. Один год мы сделали полностью фото-выставку наших погибших. Вот, в тот же год мы сделали фото-выставку таких наших активистов, которые, ну, заслуженные люди. Например, у нас есть такие афганцы, которые, например, служили солдатом, тоже Сергей Левша, награжден орденом Красной Звезды и тремя медалями за отвагу. Это солдату получить такие награды, это, я вам скажу, нужно служить честно и добросовестно. Вот. В следующий, через год мы опять фото-выставку красивую очень делали на таких ролетах и так далее. В этом году, вот, по инициативе нашего ветерана войны в Афганистане, он фотограф сам, вот, мы дали клич через интернет и так далее, вот, нам прислали столько различных фотоснимков. Вот, конечно, нужно было музею и нашему афганцу потрудиться, и мы сделали фото-выставку. Она сегодня, часть ее находится в городском музее фотографии, часть этой выставки находится в городском центре культуры. Вот, остальное сейчас доделывается, и она будет передвижная. Начнем мы ее передвигать с нашей 51-й школы, гимназия наша, уже с директором школы мы договорились. Вот, сделаем там выставку и затем по области будем ее возить. То есть, каждый год мы какие-то экспонаты, что-то делаем. Ну, и, конечно, благодаря нашему гомельскому телевидению, очень огромное спасибо, недавно меня спросили, какой фильм, вот, вы считаете, вот, самый лучший фильм про Афганистан. Ну, и назвали мне фильм «Тевятая рота», «Кандагар» и так далее. Вот, и как-то я, кстати, задумался, буквально на мгновение, а потом вспомнил, самый лучший фильм, это фильм, который два года назад был снят гомельским телевидением, называется «Афганистан. Память и боль». Это лестно слышать. Спасибо за такую оценку. Коллегам обязательно передадим на эту ссылку. Сегодня этот фильм находится в музее. Практически каждый год Павел его тележирует. Мы предоставляем всем, кто действительно заинтересован, неважно, это учреждение образования, либо это силовые структуры, либо это какие-то организации, которые показывают абсолютно безвозмездно, они приходят, мы их записываем. Я вообще хотел вмешаться в этот разговор. Я считаю, что экспозиция, посвященная воинам-интернационалистам, у нас очень слабая. И вот я был в Калинковичском музее, я хочу сказать, просто там белая зависть у меня была, когда я ходил там и смотрел экспонаты, которые у Калинковича собрали. Может, мы прозевали момент какой-то, может быть, действительно, Михаил Григорьевич говорит, что есть экспонаты, которые в семьях находятся. Их просто убедить надо. Я занимался сбором экспонатов, я хочу сказать, что это искусство тоже разговора. Не просто. Когда-то мне пришлось забирать награды полного королера Ордена Славы, значит, Лебедева у нас. И мне сказал директор школы, который его сменил, говорит, вы никогда награды эти не заберете. Говорит, супруга его не отдаст. Я ей позвонил, рассказал, поговорил и прочее. Значит, в пятницу был разговор, она во вторник, по-моему, уже принесла эти награды, и вот в них хранятся. У музея самая главная задача сегодня – это сбор экспонатов. Потому что люди приходят часто, дети подрастают и прочее, когда одно и то же показывают, значит, вот. Поэтому наши воины-интернационалисты заслуживают лучшей экспозиции. Может быть, коллеги со мной не согласятся, но, так сказать, самое главное – это подлинные вещи, подлинные документы. Можно фотографии много делать, значит, вот. А вот Калинковичи впереди нашего музея. Мы начинали когда-то делать всего из двух комплексов. Комплекс Виктора Быстренкова и Виктора Чуйшова. Конечно, уже к 25-летию, к дате вывода Советского войска, у нас была огромная, большая, красивая экспозиция в нашем выставочном зале. Но стесненные условия обстоятельств нам не позволяют ее перенести в стационарную экспозицию. Поэтому за последние лет пять, конечно, мы очень большой прорыв по этой теме, по этому направлению сделали. И делаем акцент, безусловно, понимаете, почему-то все говорили, какая-то есть такая вина у войны афганских, что не закончили, какой-то такой вот. Давайте относиться к ним как к героям. Допустим, мы были не раз, делали выставочные проекты на территории Великобритании, которые тоже принимали участие очень немного. И не видите, с их точки зрения, с нашей точки зрения историческое было успешно. Для них, человек, который воевал, принимал участие, и там они по три месяца воевали, а наши воевали по полтора года, по два года и так далее. Это герои, герои, к которым относятся очень и очень уважительно. Поэтому и мы тоже должны... Мы, как музей, конечно, посредством выставок, посредством встреч, какие-то научные действия, конференции и так далее, должны эту тему продвигать. Понятно, мы всегда преклоняемся перед памятью павших, но есть живые, которые вернулись, которые сегодня могут передать и боевой опыт, и опыт, который очень важен для мальчишек, которые сегодня до призывники пойдут служить. Вот, кстати говоря, экспонаты, это, конечно, важно, но более важны, наверное, ну или, по крайней мере, не менее важны реальные встречи. Михаил Григорьевич, вот воины-интернационалисты активно идут на то, чтобы встречаться с молодежью и общаться. Что нужно для того, чтобы сегодня заинтересовать молодежь? О чем говорите? Ну, прежде всего, часто или не часто, я сразу хочу сказать, что... Ну, я не знаю, например, таких примеров, чтобы воины-интернационалисты отказывались. Особенно в преддверии 23 февраля, в преддверии 15, в преддверии 9 мая. Постребованы этим. Да, конечно, конечно. И, конечно, если такие встречи у нас проходят в школах, конечно, здесь немножко сложнее. Но, понимаете, время не стоит на месте. Если раньше мы приходили и просто рассказывали, и показывали на пальцах, сегодня, по примеру Чечерской нашей организации, вот они нам такую идею принесли. Они берут фотоальбомы, вот, сдают их в фотоателье, все эти фотографии цифруют, делают слайды и так далее. И, понимаете, когда рассказываешь и показываешь именно, что за местность, какая местность, кстати, вот это награды для ушей, какая местность и так далее, вот, это гораздо лучше слушается и так далее. Вот. Поэтому, а когда проводишь встречи непосредственно в музее, я часто встречался в музее и с школьниками, и с студентами и так далее, там, конечно, совсем другая обстановка. Особенно, когда экспозиция еще развернута к этому. Вот. В любом случае, реальная история ничем не заменит. Павел Леонидович, как часто проходят такие встречи в музее? Встречи проходят постоянно. Будь то урок мужества, будь то экскурсия, будь то какое-то мероприятие, открытие выставки, либо просто приходит ветеран, и он иногда, мы даже сами научно-сотрудников собираем, у которых молодые специалисты приходят просто пообщаться с человеком, потому что нужно быть в теме. Действительно, иногда можно рассказывать, часовую лекцию читать, со слайдами, давать очень интересную информацию, все это подавать красочно, эмоционально. Но это ничего не заменит 10-15 минутного общения с реальным человеком, который принимал в боевых условиях, когда он рассказывает, как действительно все это происходило. В любом случае, музей посещаем. Музей – это та площадка, где люди общаются. Мы создавали музей, как дом для ветеранов, то есть не надо какого-то приглашения и так далее. Есть возможность, зайдите, мы просто посидим, поговорим, нам интересно будет какие-то исторические факты узнать, какие-то особенности даже, учитывая, что люди занимаются научной обработкой предметов, специфику предметов, для чего он предназначался, какой он, откуда он был, какие были аналоги. Это очень интересно. – Валерий Степанович, насколько, на Ваш взгляд, сегодня важна информация о войне, и все ли правильно понимают слово «патриотизм»? – Вы знаете, сейчас актуализировалась проблема защиты отечества. Мы смотрим, что сейчас происходит на земном шаре. Я служил в ракетных войсках стратегического назначения. Ну, представляется, ядерная боеголовка, мы там день и ночь дежурим, значит, это самое, три ракеты стоят у нас, такой, среднего радиуса действия, Европу держали, так сказать, в напряжении. И думали уже все. А сейчас вот последнее событие что показывает? Актуальность этой темы. И актуальность этой темы не только там в рассказах какие-то, а о подготовке к службе. Вот Михаил Григорьевич хорошо знает, что такое боевые действия, значит, физическая подготовка, владение оружием и так далее. Потому что у нас оказалось очень много пацифистов, которые говорят, все, я даже с одной дамой беседовал, она говорит, а зачем нам армия? С кем мы собрались воевать? Я говорю, так вы что, хотите завтра, чтобы появились здесь какие-то силы, которые начнут здесь вот руководить и так далее. Поэтому, конечно, это актуально, и патриотизм, и вообще готовят надо настоящих мужчин. Я вообще считаю, что вот если в армии не служил, за него и замуж не надо выходить, значит, вот. Потому что армия делает мужчину настоящего, значит, вот. Но это не всех касается, есть разные причины там. А вообще... Особенно актуальна эта тема, когда перекраивают историю, примеры соседнего государства. У нас сейчас создана в Гомеле общество, она проходит регистрацию борьбы с фальсификацией истории военной. Я там тоже в заместителях хожу, значит, в этом обществе, и мы наметили ряд мероприятий, которые мы раскроем, что здесь делали фашисты и так далее. Каждый третий ребенок, который погиб во время Отечественной войны, это белорусский ребенок. Больше 70 тысяч погибло. И поэтому, конечно, и музей, как площадка для патриотического воспитания, она не имеет просто цены и аналогов не имеет. И очень много говорим об истории. А надо говорить о будущем, о развитии. Поэтому у нас был такой хороший, значит, замысел этого музея, значит, создать филиалы. Новобелицы. Музей партизанской славы. У нас было уникальное партизанское движение и в Отечественной войне 1812 года, и в Мировую войну, и в Отечественную войну. Хотели создать и уже проект разработали. Музей техники, значит, автомобильной техники в Советском районе. Я не знаю, почему вот там новый руководитель сейчас энергичный появился, почему бы ему не решить эту проблему. Проект лежит. Но ведь появился музей криминалистики. Я с министром обороны разговаривал, он говорит, я тебе дам все образцы техники автомобильные, которые в армии на вооружении. Почему мальчишке там не покопаться и не полазить по этой технике. Поэтому были такие проекты. Значит, у нас спроектирован новый тир стрелковый на территории вот этого музея. Ну, говорят, денег нет. Ну, сколько этот тир стоит? Я вот даже, пользуясь случаем, хочу попросить своих коллег из областного руководства. Ну, сделайте вы тир, в конце концов, в музее военной славы настоящий. С выходом на улицу Пушкина здесь. Я вообще предлагал днем тир, а ночью, вечером, значит, сейчас вообще переходит на круглосуточную работу. И библиотеки на Западе там и так далее. Вот сейчас в Санкт-Петербурге библиотеки круглосуточно работают. Книжные магазины круглосуточно работают. Но все делают это для того, чтобы больше людей привлечь. Так вы представляете, днем работает тир, стреляет, а вечером мы переворачиваем, и там написано. Кафе, фронтовые 100 грамм. Приходят туда люди, там соответствующее меню. Почему бы нет? Тоже знакомство с военной историей, правда? Конечно. Вы знаете, каждый молодой человек должен все-таки думать о том, как свою землю защищать и прочее. Даже не думать об этом, уметь защищать. Думающих много. Слова это такое дело, что можно наговорить. А вот когда ты автомат в руки взял, значит, вот, и ты готов. Но для того, чтобы человек взял автомат в руки осознанно, это же не спонтанно происходит? Он же должен воспитываться, быть на патриотизме. Сейчас оружие совершенно другое. Сегодня не хватает только одной физической силы, она необходима. Надо и мозги приложить туда, потому что, смотрите, какие комплексы. Компьютеры кругом стоят и так далее. Как война современная идет. Уже о кибервойнах речь ведут и прочее. Поэтому, конечно, Гомельщина чем славна? Она не только истории славна. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». И все же, Павел Леонидович, какими локациями сегодня обладает музей? Ну, в настоящее время музей складывается из нескольких объектов. Конечно же, это наша самая большая и главная военно-историческая экспозиция. На территории это открытая площадка, в рамках которой у нас функционирует летний период военно-санитарный вагон. Он был несколько лет закрыт по причине того, что требовались большие ремонтные работы. И огромное спасибо нашему вагоноремонтному заводу, который нам оказал эту помощь и содействие. Сегодня он опять работает. И уже в 2015 году там обновилась экспозиция. Там добавились фотоматериалы, документальные материалы. Конечно же, это наша небольшая партизанская землянка, где мы делаем периодические выставки. Они не постоянно, они бывают однодневные под мероприятия. Ну и один из последних проектов, который называется «Музей криминалистики», который Валерий Степанович предложил как брендовое название. И, конечно же, по-научному называется очень длинно. Это экспозиция, посвященная борьбе с преступностью на Гомичине в 1917-2000 годы. Это один из наших последних таких крупных экспозиционных проектов. Можно сегодня сказать о том, какая экспозиция наиболее популярна среди посетителей? Можно. Безусловно, по статистике самая популярная экспозиция – это военно-историческая. Несколько меньше. Возможно, тут у нас есть какие-то недоработки в плане нормальной рекламы, про пиара, продвижение своего какого-то продукта и услуги своей на рынке по музею криминалистики. Хотя сегодня есть там у нас качественные программы, квест-туры, следствие Великого Лапкида. Вот мы на базе такое именно для детей 4-6 класса. Мы стараемся вовлечь, потому что это и профилактика. Помимо того, что мы знакомимся с историей, это же и профилактика правонарушений и так далее. И очень тесно тут взаимодействуем со всеми нашими правоохранительными органами. Входной билет, он доступен молодежи? Да, входной билет доступен молодежи. У нас самая низкая в этом плане ценовая политика. Наверное, мы никогда не стремились, не гнались, чтобы заработать очень много. Если была бы возможность, наверное, может быть, даже сделали бесплатно. И мы делаем раз в месяц. У нас бесплатное посещение, если из наших фондов, из наших экспозиций и так далее. У нас достаточно большой список. Мы расширили его, помимо того, что предусмотрен сегодня законом о музейном фонде бесплатного посещения людей. Мы его там расширили. Вы перечисляли мне так давно некоторые проекты Музея военной славы. Среди них в прошлом году был реализован достаточно интересный проект совместно с журналистами телерадиокомпании Гомель. Проект назывался «Улица героев». Расскажите о нем. Это улица, именами которых названы героев Советского Союза. Проект достаточно интересный. Он был освещен в нашей периодической печати в СМИ. Мы лишний раз, возможно, молодым гомельчанам узнали новое, кто-то что-то забыл. Мы напомнили об этих людях. Проект, который имел продолжение, может, даже начинался, даже первоначально, на редакции гомельских ведомостей. Мы рады поздравить наших коллег и друзей. Они получили награду. Вот как раз этот проект «Оружие Победы», когда использовались наши экспонаты и находились конкретно, значит, тот человек или воевал на том или ином орудии, либо командовал конкретные предметы и очень так это аутентично, как говорят, смотрелось и соответствовало. Я думаю, что проектов было очень много. Они все были важны, они были все нужны. Мы можем привести еще один проект с Белпочтой. Мы открыли так называемую «Полевая почта». Сегодня каждый желающий, турист, гомельчанин может прийти в музей, купить открытку, подписать ее и бросить в музей, так называемая «Полевая почта». Идет выемка еженедельная, рассылается во все точки земного шара. В общем, задача сделать музейную деятельность интересной для всех, ну и, конечно, разноплановой и разнообразной. Кстати говоря, наша коллега Юлия Борисовец на днях побывала в обносном музее военной славы и узнала о самых интересных, на ее взгляд, экспонатах. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Внимание на экран. Коллекция основного фонда Гомельского областного музея военной славы насчитывается порядка 7 тысяч экспонатов. И сегодня предметные ряды активно пополняются благодаря популяризации историко-культурного военного наследия, выставочной деятельности за счет сбора предметов, относящихся к военной истории, в том числе и благодаря переданным поступлениям от известных людей. Подарок маршала Советского Союза Язова Дмитрия Тимофеевича, он участник боевых освобождения Беларуси, вот как раз в связи с праздничными мероприятиями. Вот у нас здесь в витрине за моей спиной шинели Папаха и сабля, значит, маршала Язова. Он сегодня один из трех живых маршалов в России, который проживает. Нам, конечно, он важен, что он был боевым офицером в годы войны и как раз в составе Третьего Белорусского фронта освобождал Белоруссию. Фонды и коллекции музея активно пополняются за счет передачи предметов из правоохранительных органов. Из свежих поступлений – коллекционные ножи, которые были изъяты при попытке незаконной перевозки через государственную границу. Помимо артефактов военной истории, здесь собраны памятные монеты, которые ранее выпускались Национальным банком Белоруссии и Банком России. Интерес представляет и высшая международная награда Флоренс Найтингейл по имени английской медсестры, учредившей в 1910 году эту медаль. В Белоруссии данная награда представлена только в областном музее военной славы. В Белоруссии всего шесть таких женщин, которые за годы войны награждены этой медалью. Ногой мужчины у нас две – это Мария Афанасьевна Горочук и Софья Васильевна Голухова. В обновленном зале привлекает внимание средневековый меч «Швайцердагер» либо «Базильярд». Такими и похожими типами мечей с XIV по XVI век были вооружены швейцарские наемники, пехотинцы и воины-наемники Центральной и Западной Европы. Уникальность этого предмета вооружения заключается в том, что он достаточно редкий. И в Белорусских музеях похожих видов оружия мы, скорее всего, не увидим. Есть ближайшие виды аналоги этого вида холодного оружия, такие как непосредственно корт. Но это, тем не менее, немножко другой предмет вооружения, хотя очень похожий. Здесь собраны и материалы о начальном периоде Великой Отечественной войны. Посредством научных статей представлено порядка ста новых фактов. Предметы непосредственно связаны с людьми, принимавшими участие в обороне гомельского направления. В частности, введены объемные предметы, новый документальный фотоматериал. Артефакты, которые в обычные дни не демонстрировались, сегодня для посетителей областного музея военной славы стали открытыми. Валерий Степанович, о том, что у нас в Гомеле есть уникальный музей военной славы, мы уже много сегодня узнали, много еще узнаем. И я думаю, что многие зрители узнают, если посетят этот музей. И все же, возвращаясь к идее появления этого учреждения, за границей сегодня огромное количество мелких музеев, точечных. От музея Коробка до музея кулинарии. Это ведь действительно сегодня там перспективно и распространено. Нам пока еще чего не хватает, чтобы таких музеев было больше? Как считаете? Нам не хватает. Сегодня Гомель вообще подошел к такому рубежу по своему развитию, по своим историческим событиям, набору интеллигенции и так далее. Что он должен быть европейским городом. И в туристическом отношении, и во всем отношении. Поэтому я мечтал, ну как сравнивалось с Москвой, Санкт-Петербургом, Берлином, я мечтал, что у Гомеля должно быть 20-40 музеев. Ну хотя бы 20. Это тот минимум, на который мы должны выйти. Потому что сегодня приезжают люди, которые путешествуют и прочее. Их, конечно, интересует музей. Вы знаете, сколько иностранцев приходит в музей военной славы, в парк наш, в дворцово-парковый ансамбль и так далее. Может мало кто знает о том, что я был инициатором перемещения пионеров из дворца, значит, сделать дворец музеем. А перепрофилировать кинотеатры Саченко, который у нас там планировался, под дворец пионеров. Поэтому у меня такая страсть музейная давно. Я вам хочу сказать, нам еще очень далеко до хороших музеев. Я в прошлом году посетил музей в Сан-Марино, вот в Италии, который сделал энтузиаст, летчик. Я был в шоке от того, что там стоит столько советской авиационной техники, столько самолетов там находится. И не только советских, а огромная площадь. И это сделал один энтузиаст. Поэтому сегодня музеями должны заниматься фанаты, которые могут создавать. Чего нам не хватает? Я вот мечтал сделать на улице Пролетарской музей Белоруса. Истории, одежды, быта, инструменты и так далее. Ну, взяли под какую-то лаборатуру, великолепную площадку отдали. А вообще мы мечтали сделать музейную дугу. От детского парка вот этого, где мы сидим, от вашей студии, и до электростанции. Чтобы это вся музейная дуга была. Там и музей быта, гомельчаны. Причем есть люди, которые говорили, я отдам свой дом под такой музей. Мы хотели олимпийский музей сделать. У нас можно сделать музей военных железнодорожников. А музей литературный, писателей. Можно было бюсты создать, вот как у нас военачальники стоят здесь. Это целый вот каскад идей, которые можно реализовать. И тогда город превратится у нас действительно в... В туристический центр, как минимум. В культурный центр исторический. И кто сюда приедет, посмотрит и скажет, слушайся. Да какая-то Европа, она за гомелем идет. Ну вы так вкусно про это рассказываете. Павел Леонидович, не боитесь, что конкуренции станет больше? Ну конкуренция, она двигатель прогресса. Конкуренция, она есть и сейчас присутствует. И не только среди музеев. То есть музей не существует обособленно. Сегодня все, кто ходит в сферу культуры, неважно это, допустим, сегодня и театры, и цирк, и даже клубы, и так далее, в сфере развлечений, которые хоть музей не является, конечно, каким-то центром повреждения, это все равно конкурентная среда. Нет, бояться нет, потому что надо двигаться. Есть стимул для каких-то новых проектов, есть стимул для всего. Здоровая конкуренция, это всегда здорово. Все мы друг у друга учимся, в конце концов. Безусловно, потому что если мы будем этого бояться, пытаться как-то монополизировать или уходить, это не будет явно на пользу идти никак. Потому что мы будут знать, что мы одни, что все равно люди к нам там придут или их приведут, или нет. А тут нужно будет думать, нужно будет двигаться и так далее. Музеи в этом отношении очень в выгодной ситуации находятся, потому что, во-первых, музей это как бы сокровищница, всегда все говорят, правильно? Там собранность самая интересная, самая достойная и так далее. И именно с этим хотят познакомить туриста. Музеи открываются сегодня раньше других учреждений культуры. Они работают сегодня с 9-10, всю рабочую неделю, включая выходные практически. Уже мало музеев, которые остались даже с одним выходным. Человек может прийти и потребить. Потому что если вы хотите пойти на театральную постановку, то надо ждаться вечера. Если это концерт, то это тоже вечер. А музей открыт с утра. И это действительно плюс. Плюс, конечно же, тот фактор, что ценовая политика у музеев гораздо ниже. Человек, конечно, быстрее потребит эту услугу и так далее. Ну и только не то, что формы работы самого музея, это не только предложение посмотреть какую-то экспозицию тематическую, а возможно ввести какой-то интерактив. Где-то при сотрудничестве с другими, в том числе и музыкальными, театральными коллективами, ввести дополнительно какую-то театрализацию, постановку. В этом направлении стоит работать и стоит двигаться, чтобы привлекать посетителей. Валерий Степанович очень много говорил про энтузиастов. Что касается команды единомышленников, легко ли было собрать кадры? Ну, у нас кадры собрать было нелегко. Вот, конечно, совершенно разные по возрастному. Значит, это от 28 до 60, то есть диапазон. Люди с совершенно разными историческими интересами. Но они все болеют, в хорошем смысле этого слова, музеем. Они работали в музеях, они пришли, ну, тогда, когда стал директором, мы их пригласили, они пришли в музей и остались работать, уже когда он был самостоятельный. И сегодня, независимо, я хочу сказать, от возраста, мышление, как говорят сегодня, креативное, творческое, продвинутое, они появляются у каждого сотрудника. Безусловно, у каждого сотрудника. Нас очень мало, если научить сотрудника взять, всего 8 человек. То есть, если при большой штабе, у нас почти 50 штатная численность, то делает это все 8 человек. И делает не только здесь, а у нас же еще все в области, мы еще на республике делаем мероприятия. Вот экспозиции, вот в Стологорском районе такая большая, крупная, на памятном знаке операции Багратион была сделана экспозиция. Вы видели в Лоеве, там, мемориал, эти все фамилии выбирали, все делали, это сотрудники, а это месяцы работы, когда люди, ну, я вам прямом смысле... И коллектив небольшой. И коллектив, это все 8 человек. И при этом нужно делать же, принимать и свое учреждение, то есть, то, что мы уехали и работаем где-то на районе, а здесь же нужно делать это самое. Это делает все 8 человек, включая директор. Потому что директор, он такой же научный сотрудник, и у нас, в принципе, что хорошо, в принципе, конечно, есть меняемость кадров, приходят новые люди, хоть это нормально для коллектива. Но, наверное, очень такой чертой является, у нас независимо от звания, скажем так, от должности, люди могут делать любую работу. Когда-то Валерий Степанович нам это привил, чувство, ну, в хорошем тоже понимании этого слова. И мысль, на самом деле, у нас нет никакого зазорности, корона не упадет, если директор возьмет лопату, пойдет чистить снег с сотрудниками и так далее. Есть идеи, которые сего, или красить там технику, например, снесли, но это есть такая необходимость на сегодняшний день помочь. Вот. И бывают музейные смотрители, относящиеся к техническому персоналу, предлагают идеи, идеи выставок, идеи мероприятия, идеи помощи своей какой-то в проведении мероприятия, либо какой-то музейной акции. Поэтому в этом отношении, да. Сменяемость есть, люди есть, но вот эта традиция, хорошая традиция, она живет в коллективе. Знаем, что ведете активную научную работу, не так ли? Что такие музеи должны быть научным центром. С одной стороны, это культурно-просветительский центр, с другой научный. Это не развлекательный центр, но все-таки он ведет глубокую работу. Да, его айсберг, то, что делает, это экспозиция, то, что вы сегодня видите. Но на этом всем происшествует очень кропотливый, очень трудный и тяжелый труд, именно научный. А вот. А что мы сегодня ведем? Экспозиция-то тоже ждет нашей научной работы. Но помимо этого, конечно, мы стараемся и в нашей военной истории что-то делать. Мы запустили проект, который сегодня развивается, есть результаты по изданию сборников. Совместно с нашими коллегами, друзьями, архивистами. Мы сделали уже два сборника, двухтомника очень серьезных по партизанскому движению на Гомичине. В этом году мы, наверное, не, наверное, точно сделаем третий том. Это будет такая трилогия, которая с первых дней зарождения партизанского движения и до практически освобождения этой территории. Потом был пилотный проект, называлось «Гомичина в первые месяцы войны», который мы сделали с нацархивом и с госархивом Гомиевской области нашей. Я думаю, что сегодня материалов очень мало документов. Но, учитывая год, наш сегодняшний юбилейный, по 65 лет с начала Великой Отечественной войны, с каким-то проектом мы выйдем. По крайней мере, самостоятельный мой проект я бы хотел сделать, и думаю, что мы все-таки сможем это сделать, обработать документы, очень интересные документы, по Центральному фронту в 1941 году, документы, которые брали два человека за всю историю, сколько они находятся в Подольске. И этот журнал боевых действий с комментариями, с картами, сделать доступным широкой публике. Потому что это была фиксация офицерами действительно реальных положений, каждодневных. То есть эксклюзивчика хотите добавить? Да, это добавить эксклюзивчика. И это будет интересно научному миру и так далее. Я думаю, что все-таки получится провести совместно с нашим Гомельским обыскополком, совместно с Гомельским государственным университетом, и нефранциско-скоры, научную конференцию. Мы и ранее проводили научную конференцию, в том числе и при поддержке посольства Российской Федерации в Республике, Беларусь, фонда Россотрудничества. И сегодня мы продолжаем сотрудничать. Они нам помогают очень сильно литературой, научной литературой, которую мы используем в своей работе. Ну и я уверен, что эти документы новые, они увидят свет. Потому что, не знаю, некоторых никто не брал ницам, а мы стараемся их извлечь, обработать и дать. Где-то прокомментировать. Мы считаем настоящим анонсом, будем следить за объявлениями, за информацией, в том числе и от наших коллег, 10 лет областному музею военной славы. Михаил Григорьевич, я знаю, что вы не только как посетитель следите за экспозициями музея, но и сотрудничаете тесно по общественной линии с этим учреждением. У музея сегодня огромное количество наград и достижений. Все же, что считаете вы основным достижением областного музея за эти 10 лет? Ну, так однозначно, наверное, невозможно. Вот то, что на сегодняшний день, только что Павел говорил, о том, что кроме своей деятельности, которую они должны вести и воспитательную, и другую, и так далее, очень огромная научная деятельность у них в музее. Но то, что я как посетитель, как руководитель общественной организации, для меня музей, это на сегодняшний день площадка для военно-патриотической работы. Вот это то, что на сегодняшний день, ну, я думаю, что до конца мы еще эту работу не развернули так, как она должна быть. Вот возвращаясь, например, чуть-чуть, как и зараньше, вот когда Валерий Сипанович рассказывал о том, что какие там музеи будут. Вот я в прошлом и позапрошлом году дважды участвовал в ретро-пробегах, которые организовывали профсоюз разработнику энергетики. Один раз в Лоев, один раз в Октябрьский район. Создание этого автомобильного музея. Я вам скажу, сегодня столько автомобильной техники на руках у людей нашей и гамильчан есть. И когда мы приезжаем, вот когда эти ретро-пробеги были, когда мы приезжаем в село, когда мы приезжаем в где-то населенный пункт, по городу, мы просто не видели, сколько там мальчишек и девчонок. Это я от такого возраста и заканчивая. Однажды приехали, и, как говорится, была свадьба, и они бросили где фотографии, все шли на эти машины для того, чтобы запечатлеть себя. И жених ушел. И жених от невесты ушел, да. И все из-за музея. Да, поэтому... То есть музей сегодня должен быть мобильным, да, если вот частично говорить о перспективах. То, что сегодня была концепция музея заложена, да, ее немножко взяли там и минчане, и так далее, конечно, гордость. Но еще раз говорю, что музей сегодня свою основную функцию, которую он ищет, это воспитательную функцию, воспитание военно-патриотическое, воспитание героика-патриотическое, чтобы люди знали, те мальчишки, девчонки, которые приходят, ну, в основном это парни, вот, чтобы знали, что есть такое, было такое и так далее. Своеобразный, как бы, памятник военным событиям, потому что одно дело прийти на могилу, там, посмотреть, что герой Советского Союза похоронен там, или какой-то еще раньше воин похоронен. А здесь вот документальное подтверждение, это памятник. Всей информации даже больше. Конечно. Валерий Степанович, тогда, 10 лет назад, вы себе представляли музей, областной музей военной славы таким или другим? Я представлял большим его, значит. Я думал, что будут филиалы у нас, значит, и так далее. Вот. Я вообще сторонник такой концепции развития любого. Развития человека, развития, значит, любого учреждения. Поэтому, если я с чем-то ознакомлюсь там, значит, я всегда задаю вопрос, что дальше? Что дальше? Нельзя останавливаться, потому что, особенно для музеев, как бы, вот, потерять экспонаты очень легко. Вы не забывайте. Огромное количество черных копателей работает. Причем вооружены с новейшими приборами, именно искателями, там, сканерами всевозможными. Приходил ко мне черный копатель один, значит, у него немецкие карты, советские карты, где подбиты танки все по Гомельской области. Он мне все это показывает. Говорит, вот здесь, по идее, утонул танк и так далее. Там квалификация настолько высокая, что, поэтому промедление любое, вот, музейная деятельность, это потеря уникальных экспонатов. Вы тут задавали про уникальные экспонаты? У нас там масса уникальных экспонатов. Две медали Флоренс-Найтингелл. Ни у кого, по-моему, нету, да? В республике, значит, вот. Потом дальше. Личные вещи приемного сына Сталина. А он оказался почетный гражданин нашего Рогачева. Вот, значит, и он освобождал, командир полка, воевал. Там много. Личные вещи героя Советского Союза Денисенко, который учил Гагарина летать, значит, вот. Там Рокоссовского. Приезжал сюда, значит, внук Рокоссовского, сказал, такой экспозиции, как Гомели, посвященный моему деду, нигде нету. Поэтому, конечно, вот это все, должна быть такая фанатичная сверхчувствительность. И нюх такой у музейщиков, где экспонат появился. Вы знаете, черные копатели читают очень хорошо газеты. Как только ветеран умер, они на завтра проходят к заве ветерана и говорят, вот ваш ветеран, мы тут музейщики, может, награды дадите, письма, фотографии. Сегодня немцы покупают фотографии времен войны наших солдат и так далее. Значит, вот. За деньги покупают. Они собирают тоже историю. Мы же во время войны были по разные стороны, как бы, фронта. И они это все собирают. Они анализируют это все. Работают очень серьезные люди. Поэтому концептуально сегодня музей может перейти все основания, есть на совершенно другой уровень. Не в научном плане. Я когда-то мечтал сделать здесь клуб военных историков. При музее может работать реконструкция эти дела, значит, тот клуб, который... Ну, вот да, есть линия Сталина. У нас пока любящих есть линия обороны Гомеля. Почему бы ее в каком-то там виде не реконструировать и показать? Там ведь погиб полк ополчения народного. Тоже уникальный случай. Да и вообще, по большому счету, доты-то эти... Да, ну там были... Лельчицы у нас находятся. Были там реконструкция, была там, значит. И они участвовали в этом деле. Но, может быть, зафиксировать это, сделать как бы... Ну, не линия Сталина, там, значит, у нас возможности другие, но пару фрагментов танков можно поставить туда. И вообще улицу Пушкина превратить в музейную улицу. Мне понравилось, как один малой пацан пришел в музей и говорит, а, я сейчас понял, почему улица Пушкина называется, потому что в музее Пушкин стоял. В любом случае, идей много. Это здорово. За эти 10 лет создана настоящая платформа для того, чтобы в том числе эти идеи воплощать в жизни. Павел Леонидович, все-таки в связи с тем, что сегодня у музея день рождения и десятилетия, о чем мечтает руководитель этого учреждения? Каким видите музей в будущем? Ну, я вижу музей в будущем, что это интересная экспозиция, которая не будет... будет всегда актуальна, она не потеряет своей актуальности. Музею, конечно, нужен очень сильно информационный, технологический прорыв, потому что, конечно, мы обращаем внимание на экспонаты. Это наша основа, это наша доминанта. Но наше сегодня поколение молодого, оно, конечно, очень близко к информационным технологиям. Оно просто требует... Оно требует, да. Это нужно идти в ногу со временем. Музей, конечно, безусловно, это научный центр. Музей – это то место, где будут общаться ветераны, где будут встречаться, где будут проводиться мероприятия, только развиваться. То есть форма есть, содержанием она наполнена. Дальше мы можем делать производные от этой формы на сегодняшний день. Но, в первую очередь, что, конечно, те люди, которые придут к руководству в музее, те люди, которые будут дальше работать в последующем, они должны быть... Они могут быть сильнее, как менеджеры, они могут быть сильнее, лучше там и так далее. Но они должны быть небезразличными. Небезразличными и быть заботливыми, любить то, что они делают. Если этого не будет, никакой... Ничего не положить. Несильное управление, ничего. Потому что очень многое делается за счет этого чувства, чувства любви к тому, что ты делаешь. Чувство сопереживания, чувство понимания этой необходимости. Чувство вот этого вот долга перед людьми, которые действительно очень многое сделали. И действительно, в продолжении темы я хочу сказать, что музей – это своеобразная святыня. Я ни в коем случае не хочу принизить другие учреждения, культуры, которые у нас сегодня есть, там являются и жемчужинами, и бриллиантами, и так далее. Но военный музей на ней особняком стоит, потому что и христианская ценность, одна из высших, нет ничего выше, чем положить жизнь за другие своя, положить жизнь за отечество свое. Поэтому здесь, конечно, музей стоит особняком военным. Это такая памятник всем воинам, памятник всем тем солдатам, которые сражались за свое отечество, за свою родину, за свою семью, за свою землю, за свой дом. В конечном итоге, если мы будем идти по этой лестнице. Вот поэтому мне бы хотелось, конечно, чтобы люди, которые будут там работать, они будут не безразличны к своей работе, благодарного посетителя, развития, финансового благополучия, чтобы у него было, чтобы коллекции, конечно, были самыми лучшими, самыми богатыми, ну и всего, конечно, всего самого лучшего, самого доброго. Ведь без памяти, без прошлого, как говорят, нет будущего. Наверное, это как раз... Ну, да, мы еще говорим, музей у нас такой, есть различные такие негласные, так, говорят у нас так, музеи, что музей это то место, где живые и мертвые работают ради будущего. Для нас, в принципе, они все живые, потому что мы рассказываем каждый день про того или иного солдата, про того или иного человека, проживаем с ним жизнь, какой-то короткий промежуток его жизни, но мы проживаем. И он своим примером уже спустя 70 лет, спустя 20 лет, если брать события локальных войн, там, 30 лет, он все равно своим примером, он работает. Мы передаем только нашими устами, устами сотрудника, значит, передаем его фрагмент жизни, с которым связано. Поэтому у нас вот такое есть. Равно как есть и негласный гимн музея из кинофильма «Офицеры», где очень хорошая фраза, что нельзя не солгать, не обмануть мальчишек. То есть тут, ну, нельзя этого сделать. Поэтому это вот наша задача. Уважаемые гости, у нас сегодня есть еще один замечательный повод для разговора – День защитника Отечества. С чем вас и поздравляем, с наступающим праздником, и хотелось бы, чтобы вы высказали свои пожелания нашим телезрителям. Наверное, есть один день в году, когда вспоминают мужчин. Поэтому я хотел бы поздравить всех защитников Отечества. Особенно хочу поздравить тех молодых ребят, которые сегодня ходят в школу, которые сегодня студенты. Они будущие защитники. Ну и, конечно же, своих коллег, коллег ветеранов войны в Афганистане. Я всегда им говорю, любите жизнь. И чтобы в 90 лет вы могли прийти в школьную аудиторию, в студенческую аудиторию и рассказали. Спасибо. Валерий Степанович, и ваши пожелания. Я желаю всем мужчинам быть великолепными солдатами, но никогда не воевать. Коротко и по делу, Павел Леонидович. Ну, так как праздник называется День защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь, из двухсоставных, конечно, сегодня наш современный мир диктует защиту гораздо шире, чем только в военном смысле. Сегодня это защита и в идеологическом смысле, какой-то экономической безопасности. Каждый на своем месте вносит ту лепту, которая необходима по защите нашего Отечества. Безусловно, ну, принято это военный праздник, вооруженных сил и мужчин, и те, кто связан с военной службой, не только и вообще с защитой Отечества, конечно же, поздравить с этим праздником. Пожелать им здоровья, успехов, добра и мира, спокойства и уюта в их домах. Спасибо за добрые слова. И все же наши поздравления с Катей и поздравления наших коллег будут касаться десятилетия Музея военной славы. Поздравляем от души весь коллектив, ну и, конечно, тех людей, которые причастны к его созданию, тех людей, которые душой радеют за то, чтобы Музей военной славы сегодня был действительно востребован. Это дорогого стоит. С праздником вас! Спасибо вам за ваше дело и спасибо, что пришли в нашу студию сегодня. Спасибо, что нас пригласили сегодня в эту студию. Мы от имени коллектива, как директора, я, конечно, хочу выразить слова глубочайшей признательности всем, кто сегодня и создавал Музей, и те, кто его развивает, и те, кто пополняет, и те, кто просто неравнодушен к этой теме, те, кто сегодня каждодневным нашим, каким-то даже простым мнением, словом, либо делом, но помогает развитию нашего учреждения. Для нашего всеобщего собственного и развития, и блага, и нашего добра. Спасибо. Доброго вечера вам. Буквально через минуту музыкальное поздравление от группы Борнео и Яны Казура, солистов продюсерского центра «Артбист» Гомельской областной филармонии. Сколько было пройдет на дорог, и сколько сделано ошибок, все не вернешь. Батя был мой справедливый строк, когда сказал, что на чужбине Ты одинок, эх, сынок, Мне приехать скорее домой, Где аллея цакан над рекой, Где я встретил когда-то тебя, Вдруг все еще ждешь, Ты меня, может, я стал другим, Или ты изменилась, Сколько раз говорил, Никогда не вернусь, Только мамин и слезы Мне сегодня приснились, Я решил возвращаюсь В свою Беларусь И, приехав туда, Где родился и вырос, Не могу я оставить Свою Беларусь Сколько на земле я видел стран Далеких, разных, непохожих Но только одной Все богатства мира я поддам, Чтоб все мы стали чуть моложе И вместе с тобой, как тогда Мы могли бы вернуться туда, Где собралась большая семья, Где родными нам стали друзья, Где все еще ждешь, ты меня, Может, я стал другим, Или ты изменилась, Сколько раз говорил, Никогда не вернусь, Только мамин и слезы Мне сегодня приснились, Я решил возвращаюсь В свою Беларусь И, приехав туда, Где родился и вырос, Не могу я оставить В свою Беларусь Свою Беларусь Пусть судьба у каждого своя Одним легко, другим сложнее А третьим везёт Много было сделано не зря И я о прошлом не жалею Что было пройдёт Надо жить Жить сегодняшним днём Жить сейчас Ради тех, кто болеет за нас Ради нашей родимой земли Где когда-то любовь мы нашли Может, я стал другим Или ты изменилась Сколько раз говорил Никогда не вернусь Только мамины слёзы Мне сегодня приснились Я решил, возвращаюсь В свою Беларусь И приехав туда Где родился и вырос Не могу я оставить Свою Беларусь А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Субтитры подогнал «Симон»